28 марта состоялась церемония награждения лауреата в областного театрального конкурса «Браво». Конкурс, придуманный секцией критики Воронежской организации Союза театральных деятелей России, существует уже более 20 лет под разными названиями. Итоги сезона, события сезона и вот теперь «Браво». В этот вечер в Доме актера имени народной артистки России Людмилы Кравцовой и впрямь не смолкали крики «Браво» и тон задала председатель Воронежского отделения СТД Народная артистка России Татьяна Фролова. Как приятно стоять на сцене и слышать крики «Браво» зрительного зала. «Браво» так называется наш конкурс, наш театральный конкурс. Но прежде всего я хотела бы поприветствовать вас в нашем Доме актера, который носит имя народной артистки России Людмилы Александровны Кравцовой. Приглашу вас поздравить с Днем театра, пожелать вам незабываемых мгновений, прекрасных премьер, вот этого чувства удовлетворения, которое нам приносит удачная премьера, прекрасный спектакль, прекрасно сыгранная роль. Я хотела бы вам еще пожелать здоровья, чтобы на все хватило, желания творить. И, конечно, будьте счастливы. Надо сказать, что конкурс менял не только название. Какое-то время назад его решили проводить не в День театра, а в октябре, когда можно подвести итоги уже завершенного сезона. Но новшество не прижилось. Традиция оказалась сильнее. Получать награды за творческие работы в Международный день театра празднично вдвойне. Это знаменательный день не только для актеров и режиссеров. Это день, когда отмечаются все, кто отдают свою жизнь театру. Администраторы, концертмейстеры, хореографы, работники сцены, билетеры и все-все-все, кто работает в этом чудесном мире. На сегодняшний день Воронежская область по праву удерживает статус Театрального центра России. За предыдущий год мы не только сохранили, но и приумножили свои театральные достижения. Прежде всего хочу отметить, что по итогам 2015 года Воронежскими театрами выпущено рекордное количество премьерных спектаклей. Если в предыдущие годы эта цифра варьировалась от 10, 12 и максимум 15 новых постановок, то за 2015 год их стало 23. Это рекорд. По правилам конкурса члены секции критики отсматривают все спектакли, выпущенные в течение конкурсного периода, обсуждают их и предлагают номинантов. Окончательный список не более трех претендентов в одной номинации утверждает правление. Жюри, в составе которого немало членов секции, смотрят спектакли по второму кругу и за полчаса до начала церемонии награждения тайным голосованием определяют лауреатов. Замечательный сезон, богатый премьерами, богатый актерскими и режиссерскими работами. Конечно, каждый спектакль требует отдельного повествования, потому что подарил воронежцам свои эмоции, напомнил классику, заставил вспомнить современную режиссуру. Очень приятно сопереживать актерам и актерам драматического театра, камерного, тюза. Вот фактически каждая актерская работа, даже боюсь назвать кого-то, дабы не затмить работу других, действительно впечатляет и радует, что все-таки наше театральное дело расцветает, дает свои плоды и радует слушателей. А уж по праву музыканта я, конечно, отметила бы работу Алексея Тюхина, потому что он очень долго ждал вот этой победы, вот этой награды, уступая и своим замечательным коллегам в свое время Игорю Горностаеву и Светочке Дюдиной. Но вот Леша, мне кажется, он действительно достоин этой награды. Он в расцвете творческих сил, в таком артистическом полете, я бы сказала, и я искренне рада вот его победе. А всем актерам и участникам номинации, и актерам, которые каждый день приходят в театр, как на работу, я хотела бы пожелать вот этого крика души, возгласа души «Браво», которым назван теперь наш конкурс, чтобы этот возглас, этот импульс звучал всегда и заставлял жить, и заставлял радовать публику. 16 лауреатов и 3 специальных приза – такого итог конкурса. Обо всех лауреатах расскажем в следующих сюжетах, следите за нашими обновлениями. Скажу лишь, что лауреатами в самой важной и трогательной номинации «За честь и достоинство» стали актер Кольцовского театра, заслуженный артист России Валерий Блинов, профессор Воронежского института искусства Виолетта Владимировна Тополога и актер театра «Кукол», заслуженный артист России Михаил Мальцев. Ну вот мы наконец-то и поняли, что самое главное в жизни – это сохранить достоинство и беречь честь. Спасибо за тёплый приём. После этого хочется работать.